Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать тему порядок прилагательных предложений. Я решила вдогонку к общему правилу по теории сделать ещё маленькое упражнение. Это из Roundup 6. Roundup Grammar 6. Итак, первое за нас уже подумали. I love chocolate. И далее Milk Belgian и Tasty. Итак, первое у нас Opinion. Tasty. Второе у нас Происхождение. Belgian. Бельгийский, то есть. И далее у нас материал Milk. Имеется в виду молочный шоколад. Milk Chocolate. Opinion, Origin и Material. Здесь ещё надо указать, какого рода у нас прилагательные. Ну да ладно. Едем дальше. They visited a temple. Они посетили храм. И далее Stone, Ancient и Huge. Итак, чтобы было легче, я открою шпаргалку и буду сюда подглядывать. Итак, значит Stone это у нас явно материал. Окей. Далее у нас Ancient. Древний. Ну, древний это скорее всего возраст. И далее у нас Huge. Huge это у нас Size. Размер. Итак, they visited останется без изменений. Дальше у нас будет A. И далее первое у нас должен быть размер. Huge. Далее у нас должно быть возраст. Ancient. И далее у нас должен быть материал. Stone. Итак, вот у нас возраст. Age. Вот у нас Size. Размер. И далее у нас Material. Материал. И вот теперь можно смело писать слово Temple. Храм. Едем дальше. Третье. She's wearing a dress. На ней сейчас платье. Если дословно, она сейчас носит платье. И у нас Blue, Beautiful и Velvet. Итак, Blue это у нас цвет. Color. А вот с Beautiful уже не все так просто. Красивый. Что значит красивый? С моей точки зрения может быть красивый. А с точки зрения другого человека, возможно, и некрасивый. Поэтому это у нас Opinion. Adjective. И такие прилагательные, они показывают личное мнение. И в предложении оно у нас будет без очереди стоять. И далее у нас Velvet. Velvet это Material. Итак, She's wearing. Далее мы ставим A. Самое первое у нас должно быть Opinion. Поэтому Beautiful. Размера у нас нет. Возраста у нас нет. Формы у нас нет. Цвет. Прекрасно. Значит, ставим Blue. Далее после цвета происхождения у нас нет. Материал есть. Значит, дальше Velvet. И далее Dress. Итак, здесь у нас Color. Здесь у нас Material. А здесь у нас Opinion. The dog is sitting by a fireplace. Собака сидит возле камина. И у нас French, Marble и Lovely. Итак, French. Французский. Явное происхождение. Origin. То есть, камин какой? Из Франции. Французский. Далее. Marble. Marble это материал. Мраморный. И далее Lovely. Lovely это опять личное мнение. Славный, милый, красивый. И как угодно. Это Opinion. Итак. Значит, the dog is sitting by. Здесь ничего не меняется. А далее у нас будет A. И далее. Первое, естественно, Opinion. Lovely. Далее. Размера у нас нет. Возраста у нас нет. Формы у нас нет. Цвета у нас нет. У нас есть происхождение. French. Далее. После происхождения у нас сразу стоит материал Marble. Мраморный. И далее Fireplace. Камин. Едем дальше. Пятое. Frank is looking for a pair of socks. Фрэнк ищет пару носков. И далее у нас Grey серый. Woolen шерстяной. И Football. Футбольный. Итак. Grey это у нас цвет. Color. Woolen это у нас материал. Шерстяные. А вот Football это у нас предназначение. То есть носки для чего? Для футбола. И у нас получается A pair of. Пара. Далее. Первое. Размера у нас нет. Возраста у нас нет. Формы нет. Цвет. Прекрасно. Значит ставим Grey. Далее. После цвета происхождения у нас нет. Материал. Woolen. И далее у нас назначение. Футбол. И далее существительное. Чувствительное. Сокс. Обращаем внимание, что у нас сокс не гуляет само по себе. У нас еще пара стоит. Такое может быть. Не удивляемся. Это как бы все одно целое. Итак. Grey у нас цвет. Woolen материал. И футбол предназначение. И последнее. Lisa has a table. У Лизы есть стол. И далее. Dining room. Что это значит? Это значит стол какой? Стол для чего? Стол, который у нее стоит, будем говорить, в столовой. Это значит, что стол предназначен для столовой. И это опять же предназначение. Далее он у нее еще и round. Это форма. И далее у нас large. Это явно размер. И в результате мы имеем A. Сначала у нас размер. Это номер первый. Large. Далее у нас возраста нет. У нас форма дальше. Round. Далее цвета у нас нет. Происхождения нет. Материала у нас нет. И у нас предназначение. Dining room. И далее table. Вот таким вот образом. Все достаточно легко, просто и очевидно, если подсматривать в шпаргалку. И это действительно так. Такую шпаргалку желательно иметь под рукой. Это просто удобно, потому что иногда мы теряемся. Особенно с похожими вещами, как форма и размер. Особенно если прилагательных больше два. Если еще добавляется opinion, вообще получается довольно сложно. В любом случае, это либо иметь перед глазами, либо зазубрить нужно. И тогда будет нам счастье. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео. Это упражнение из Roundup Grammar 6. Ссылка на теорию также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.